всем добрый день с вами канал питомник милый я людмила горбунова сейчас я черенкую металлику такая кассета 12 12 ячейка поменьше чтобы больше помещалась крупнолистный ячейка крупнее я уже не 10 назад одну партию сделала сейчас у меня банфаер 5 черепить флоре буквально и дочек 2 и не бит 2 рядочка и вот подписываю я ножичками и вот такой перманент проверять надо но выдерживает долго вот металлика уже часть я черенка сняла вот просыпаются еще конечно вот это малы лучше брать хотя бы вот такими или даже побольше металлика кореняю ее тоненькими волосиночками вот такой черенок также укоренится проверяла сейчас полистар и комбинированные и деревянные уже с корнями но не все надо чтобы было обвитие ячейки так у них два кустика ну вот приходится добивать тогда и вот такими совсем маленькими почками в идеале чтобы они были сантиметра 2-3 не надо вот досадить если вот это проснулась а это еще просыпается значит я высаживаю двойную потом можно снять верхнюю что набрать хотя бы два ряда у метельчика такая свойственность что вот сухие сухие признаков жизни нет потом раз и стреляет почечка когда почка раскрыта тогда не плачет ну все вроде нормально так посмотрим здесь у меня кустик это я вот чикнула пиксио коряшки остались попозже уберу сухое и сформирую куст есть также вот наверху почки пока не сформируют а кустик вот так вот это все пойдет на зеленый черенок мне больше всего нравится зеленый черенок здесь можно было не трогать вот это также все можно взять на черенки сейчас порежу кусочками и повтыкаю эти палочки даже можно знаете как и лежа сделать это вот лежа так конечно не дело но это когда уже ничего нет надо закончить рядочек тоже укореняются литлы я вот такими вот волосинками рассадила стопроцентная приживаемость торф я всегда про него говорю почва брикет крепкая рассада он скерильный за сутки вода вдвое размачиваю у меня всегда есть на готове эти кассеты я приготовила я была стопка больше для крупнолистных вот поменьше для метельчатых вот это возьму все эти маленькие пока трогать не буду вот и когда выбрасывают все вот это у меня это самый лучший черенок а еще лучше черенок это перед черенок когда мы берем зеленого черенка снимаем вверх тем самым формируем кустик там он молочные тоненькие молоденькие но укоренение сто процентов вот что от металлики остались вот это все пойдет еще волна пока я низко не обрежу не сформирую габитус габитус это форма куста чтоб он был такой равномерные ничего криво никуда не торчало здесь была обломана нет не обломана как надломлена ветка потом я все это срежу так здесь есть черенок что взять я их еще даже не переваливала вот корни ставите беленькие это новые корешочки конечно же я сделаю надрезы и перевалю в больший объем желательно бы это сделать сейчас куст бы сразу расправился но место в теплице абсолютно нет снизу уже идут вот какие хорошие корни что беленькие все пошел рост и любое растение всегда нарушаем корневую здесь также все хорошо это мне присылали из барнаула поступать осенью еще зимовали они в сухом укрытии по моему там или я убирала в хранилище часть была в хранилище при плюс 3 4 5 и часть была на улице сухое укрытие парничок просто стояли на опилках мы отрывали и заносили помещение храни в теплицу так это сделали сейчас я пошла искать дальше сейчас буду делать полистар думаю достаточно или мне сходить за вот здесь рядышком взять куст полистар сейчас давайте возьму кустик это быстро пол трясется нет вот у меня полистар есть еще внизу куст тот прямо хороший такой прошлогодний большой металлику нанесем ставим ставим вот так полистары есть и веточка такой ветка красивая внизу я просто обламываю и делаю зеленый черенок полистар очень узнаваемо по листу не рис потом сделается пожестче и он маленько такой тверденький зубчиками но она узнаваемо то что осталось здесь разные здесь самые 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 которые такие новенькие здесь я вот такие вообще обожаю это просто классика классика заглубляю до зеленых почек вот вот корни уже 10 дней две недели первые корешки так и сверху укоротить палочку сейчас весна самое время черенковать весна это весна все укореняется на отлично здесь торф с перлитом можно чтоб влажный был я поливаю из лечки они даже маленько то чуть чавкают но это все завтра уже будет более-менее накрывая конечно же пленкой сверху первое время опрыскиваю каждый день потом бывает ленюсь или забываю потом через день еще важно адаптация но адаптации есть два способа адаптация вы высадили черенок может погибнуть потому что из парникового эффекта сразу более сухие условия сейчас ножичек положил я раньше делала адаптацию рассаживала первое время под пленку потом через два-три дня я от черенка снимала и пленку убирала сейчас наверное не видно у меня вон там фреш болеро уже неделю без пленки там и полив и опрыскивание вот они уже адаптированы адаптировала я их постоянно максимально лист был влажный я прохожу мимо и вот такая умница мне с фалбрис пришла классная вот и опрыскиваю у них первые дни лист всегда был мокрый я старалась чтоб он был мокрый все да маленечко так подветрили совсем чуть-чуть все они адаптированы сейчас можно смело рассаживать никакая пленка им уже сверху не нужна литлов их с рассадила они сейчас у меня под пленочкой и первое время прямо заметно они быстро растут прямо массу набирают из вот таких делаются уже более солидными ребятками так какая еще полезность ну надо приспособиться попробовать как у вас получится пробовать 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 у меня наверное первые несколько лет не так не так не получалось потом наловчилась для зеленого черенка самое главное это 20-22 парниковый эффект влажность чтобы листик был практически всегда влажным так здесь 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 пообрезала пока так оставлю даже вот такой это тоже черенок из него будет отличный кустик корни бывает сначала идут на зеленой части а бывает наоборот на деревянной пусть дальше растут вот здесь зелененькие внизу их я выломаю здесь кусочек древесины я ее убирать не буду такой вот кусочек убирать я считаю с ней еще лучше так я пошла у меня еще внизу же есть что рядок закончился я сняла я сейчас пойду принесу мне такой более богатый куст и я как раз даже придется еще кассету сделать полистаром полистар он же афелия очень красивый и мне кажется что он похож очень с френч болеро также площадочка цветет такая розовая ну очень хотя это совершенно разные даже виды метельчатая и крупнолистная ну они очень очень похожи вот пока не сформируется кустик будет идти обрезка это сухонькая вот это все это я еще наверное пару раз точно сниму черенок при при черенковании с листом уже открытым с почкой цветение сдвигается ну если мы бы делали это в мае как это положено но как я делаю это в марте месяце то если даже сдвинется оно в любом случае будет раньше обычного а я их заносила первого первое число первого февраля они стояли внизу у меня в теплице на полу ну все думаю достаточно подписывайтесь подписывайтесь много интересного вообще о гортензии видео вроде бы много и не так много вопросы были и будут тут кажется все занимаются нет не все с ней надо подружиться к ней надо приспособиться тогда все будет хорошо здесь это можно было отдельно еще снять все спрыскну умницей ну вот смотрите вот я носик надела вот такой удобно здесь показывает 99 процентов что я его зарядила объем 2 литра то что надо вот для черенка это самое лучшее сейчас я вам покажу заодно а под пленкой где у меня много черенков я прохожусь вот у меня зёма 10 литров он конечно слабее умницы но у нас черенок он просто идеальный если вот так черенки то умница а если под пленкой у меня очень много косит тогда конечно же прохожу зёмы ну все всем всего хорошего всем удачного черенкования пробуйте и все у вас получится до свидания до свидания до свидания до свидания так